Дорогие друзья, давайте вскроем коробку с системой Edifier R1280 DBS Довольно красочное описание, здесь все написано, в частности привлекает надпись, что это Bluetooth 5.0 Вот давайте разберем, посмотрим, что она из себя представляет, эта акустическая система Люблю первый раз открывать систему, а то дает иногда уже вскрытую, прям неудобно как-то Прежде всего некий мануал, который мы опустим А колоночки вот аккуратненько здесь стоят, лежат, вот это вот, видимо, активная система С несъемным кабелем Пассивная колонка С разъемчиками включения кабелей, комплект, содержащий, видимо, пульт дистанционного управления И кабели такие же точечные, как были в комплекте с системой 1280 TS То есть здесь есть кабель RCA 2, RCA 2 О, оптический кабель, вы видите И 3,5 мм на 2 RCA, позолоченные клеммки все Ну, разумеется, здесь есть акустический кабель с заложенными концами для подключения пассивной колонки И пульт дистанционного управления, который, который, который отличается от того, который был с системой TS Потому что здесь есть, дайте-ка я вам покажу Так, наверное, видно Здесь есть отключение mute громкости Bluetooth выбор, то есть выбор источника сигнала Видимо, аналоговый line 1, line 2 действительно неразделимая Оптический коаксиальный тоже неразделимый Интерфейс On, off, включить, выключить Перемотки стоп-пуск Это для управления, видимо, плеером по Bluetooth Плюс-минус, очевидно, громкость И включение-выключение всей системы Такой вот маленький, изящный культ Хороший Правда, как я говорил, я культами не пользуюсь Поэтому разделить восторг с вами вряд ли смогу Давайте рассмотрим эту систему поподробнее Пассивная и активная колоночка Перед вами Очень похожа на предыдущую На прототип R1280 и на R1280TS Которую я уже как бы обозрел Итак, динамичек с таким гофрированным диффузором На не очень мягком резиновом подвесе 4-дюймовый шелковый купольный маленький твиттер Порт фазоинвертора Датчик системы дистанционного управления Крисы для того, чтобы одевать гриль Для крепления гриля Гриль пластиковый С акустической прозрачной тканью Такой затейливый рисунок Вы видите здесь Но, тем не менее, на скорость не влияет Так или иначе Вот такая вот система сбоку Активная акустическая система Активная колоночка Имеет регулятор громкости Совмещенная с селектором входов То есть нажатием на эту кнопочку Он же регулятор Вы можете выбрать один из предложенных входов На этой системе И индикатор меняет свой цвет При этом Тембр низких частот С средней фиксированной точкой Тембр высоких частот С средней фиксированной точкой На задней панели Находится несъемный кабель питания С евро вилкой Включатель питания Такие вот клеммы Для Зажимные клеммы Для подключения пассивной колоночки Пара аналоговых входов Вернее две пары То есть line 1, line 2 Оптический коаксиальный вход И выход на сабвуфер В виде гнезда 3,5 мм Под мини джек Видимо импульсный блок питания От 100 до 240 вольт Такие дела Давайте посмотрим Что об этой модели Заявил производитель В своем документе Который он поставляет С этими колонками Итак это 2.0 стереосистема Портативная Сравнительно Небольшая Но с деревянными корпусами Отличается от модели 1280 TS Видимо наличием цифровых входов Оптики и коаксиала Но тем не менее Пробежимся по всем пунктам Итак имеется Коватком Bluetooth 5 версия Для стабильного Беспроводного соединения Деревянные корпуса Колоночек Шелковый купленный твиттер И четырехдюймовый Басовый излучатель Низкочастотный 42 ватта Общей мощности Аудио входы Bluetooth Оптика коаксиал И два RCA Две пары RCA Разъемов Две линии Аналоговых входов Можно одновременно Подключить К этой системе На боковой панели Расположены органы Управления Выход на сабвуфер Для подключения Любого активного Сабвуфера Люди спрашивают Какой Вы посоветуете Сабвуфер Я вам так скажу Во-первых Это определяется Требованиями Какой вы хотите Получить баз Глубокий Жирный Сочный Акцентированный Хорошо читаемый Разборчивый Вот эти вот Все слова Описывают работу Сабвуферов Различные Конструкции Оформления Конечно же Ценовой категории И размеров Что немаловажно Поэтому в самом Примитивном случае Вы можете подключить Сабвуфер Купив какой-нибудь Недорогой Трифоник Выкинул сателлит И подключить этот Саб как активный К этим колонкам Или уже имеющийся Дома от старого Комплекта Ну это примитивный Допустим способ А если осмысленно Целеустремленно Выбирать Какой-то характер Баса Какие-то еще Проявления Регуляторов Набор Чтобы был какой-то Определенный То этому надо Уделить какое-то Время допустим Вероятнее всего Конкретные покупки Вас проконсультируют Продавцы в магазине Вот эти ребята Да им только Спроси что-нибудь Не тебе Продадут еще и Набор салфеток В придаче Ну да ладно Итак И еще расположенный Отмечается Расположенный На передней панели Порт фузоинвертора Что людям нравится Мол можно Ставить колонки Вплотную к стене Не очень понимают Опцию Ну да ладно Итак мощность 2 По 21 ватт 13 мм Шелковая купленность 34 дюйма НЧ динамик Вот такой вот Чип используется Для блютуз Вам будет интересно Кому-то Может казаться Интересным Разобраться Что за чип Что он умеет Какого Чего Ждать От Этого Соединения Отношение Сигнал шума 85 дэцбл Чувствительность По линиям Вы видите перед вами Оптика как аксиал тоже Чувствительность И блютуз Чувствительность Так Частотный диапазон От 51 герца До 20 кГц Вот такие дела Да еще хотел бы отметить Опять же и в этой модели Ввели вот эту опцию Он Офф Расширение стерео базы Называется Soundfill extension Deniable И Soundfill extension Disable Вот эти две кнопки Они работают Действительно Расширяют стерео базу Что прикольно Что на низкого качества Треках Я свои mp3 На них погонял Едва заметно Отличия А вот поставили более Не менее качественный Трек с тестового диска В частности Дали Я с Посетителем Испытывал эти колонки И мы прозрели просто То есть там реально Расширяет стерео базу Добавляет какого то дебильного Эхо То есть вот все что нужно Тупая Погремушка Для Музыкально Мало развитых людей Так скажем Я не хочу никого обидеть Но С песни слов не выкинешь Ладно Давайте дальше Смотреть Что эти колонки Собою представляют Люди Просят показать Что находится Внутри колоночки Активные видимо Колоночки Покажем Вот такая вот история Дорогие друзья Вот такие Вот здесь использованы Платы И компоненты Момент Вот Перед вами Плата усилителя И процессор На ней же Находится С 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 интересного не видно внутри коробки находятся блок питания виден синтепон которым щедро услана услан динамик видно плата вот там находится платка из регулятор которые здесь находятся динамики в общем ничего нового показал вам интересно производства вы хотите обратить внимание веку на чехольчики порлоновые которыми кобелечки убраны все для того чтобы гребезг не было в процессе звучания вот так вот распаяны все эти дурсель очки на элементы снг монтажа такая вот история ну загерметизировано здесь все не устаю повторять что это не грязь это не остатки клея это как раз очень нужно для того чтобы исключить паразитную конвекцию воздуха то есть чтобы он не свистел в щелях то есть это нелегко и стоит между прочим денег чтобы вы понимали если вдруг у вас есть какой-то призвук что вероятно он вызван как раз раз герметизации это и акустическая система такие дела ну с кем мы еще раз сейчас дорогие друзья вам покажу кривую импеданса и снятую с пассивной акустической системы с этой модели с пассивной колоночки для этого я подключил измерительной схеме к своей программе включаю анализаторы и смотрим вот такая вот получается кривая тоже время 6 ом с настройкой порта примерно 65 66 герц нас горбом на месте подключения ведьма твиттера обычная история допустим но интересно может оказаться тем кто хочет твикнуть систему например понизить частоту порта фазоинвертора им кажется это полезным рекомендую такие дела что же как обещал давайте рассмотрим схему этой модели покажу сбоку издали потому что я обещал схему не распространять это абсолютные условия от производителя и так вот перед вами блок диаграмма блок схема вот например по пути bluetooth входа поступает на некий модуль а из 8 тут есть расшифровка вот кому надо запомните его из 8 из 8 вот она вот этот вот чип используется bluetooth модуль дальше дифференциальный усилитель поступает на модуль переключателя сюда же поступает с аналогового сигнала входа сигнал на декодинг чип на декодер поступает и на цифровой digital power amplifier чип на is3 посмотрим что за is3 это тасс 5805 с него поступает на правый в частности выход то есть на колоночку нами динамики оптический коаксиальный вход на декодер сразу поступают блок питания выполнен вот так громоздко с несколькими стабилизаторами куча напряжения питающих также имеется управление на стм 8 битном кстати процессоре всего лишь здесь volume control то есть управление громкостью LED индикатор и ремоут то есть система дистанционного управления все это завязано на декодер и на цифровой усилитель и также на bluetooth модуль ведь оно все связано ну по схеме это выглядит вот примерно так вот вы видите bluetooth модуль здесь входные какие-то клеммы чипы и вот этот процессор это процессор контроллер вернее точнее вот это блок питания внизу находится вот такая вот да вот усилитель мощности собственно говоря который имеет два выхода стерео выхода такая вот история дорогие друзья теперь я вам хочу показать а чеха выхода на пассивную колонку по электрическому сигналу при подключении сабвуфера и без подключения сабвуфера ходит слух о том что при подключении сабвуфер даже просто разъема в это гнездо обрезается низкие частоты у самих колонок сейчас мы это предположение проверим сначала меряем чеха выхода на пассивную колонку без подключенного сабвуфера вот такая вот кривенькая но правильная а чеха это вуфер назовем по электрическому сигналу не по звуковому давлению друзьям и это не та чеха которая анализируется обычными людьми и теперь воткнем что-нибудь где взять сейчас вот нашел в выход для сабвуфера в такая просто разъем не подключенный кабель никуда и меряем а чеха как следовало ожидать произошли некоторые изменения которые мы сейчас с вами увидим вот они работает ли при этом регулятор низких частот я сейчас выкрутил максимум сниму чеха я приложу проверим да видимо работает сейчас посмотрим да вот появилась третья кривая нельзя сказать что она сильно понятно а ну да понятно конечно вот вот так вот было вот так вот стало то есть тембр явно регулируется тембр низких частот почему возможно тут и высоких частот регулируется но нас сейчас интересует процесс сабвуфером ладно дальше посмотрим что можно еще здесь измерить и нужно много чего измерить принципе давайте измерим например ачх сабвуфера ачх выхода на сабвуфер тысячи извинений для этого я как перекоммутирую кое-что разъем уже воткнут и мере 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 ачх выхода на сабвуфер этой системы вот такой вот чеха выхода на сабвуфер таки назовем его сам вот такие друзья друзья такие дела друзья сейчас я покажу как работают кнопки расширения стерео базы в этой модели то есть вы увидите я по рукой буду показывать включена или выключена то хотя я буду рукой в кадре показывает лучше чтобы вы поняли что она включена или выключена этот эффект на композиции марии крес видимо это сделаем поехали вот такая история дорогие друзья на мой взгляд вот эта штука с расширением стерео базы совершенно никчемное лишнее однако однако кому-то может понравиться за симпака итак у меня на тесте de fire r12 80 db с проверим как они звучат как они справятся с моим обычным набором треков я его включаю и с тем чтобы сравнить на с изучением других моделей аналогичного уровня а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok